Был такой великий и святой Харидас Токур. Великий и святой, почему великий, я сейчас вам расскажу о нем. Жил 500 лет назад. Он все время молился, постоянно молился с утра до вечера. Четыре часа спал всего, один раз ел в день и молился постоянно. Он был молод, молод, и он был очень влиятельной личностью в этой местности. Ему позавидовал очень богатый человек. Нашел самую красивую женщину, проститутку, самую красивую, какая только бывает в такой роли. Заплатил ей хорошие деньги и послал к нему. Он находился в уединенном месте, молился. Она пришла, села, очень скромная такая девушка, красивая, очень хорошая. Сидела рядом с ним, смотрела, как он молится, ничего ему не говорила. И так она несколько дней сидела, смотрела, начала ему еду приносить туда-сюда, заботиться о нем. Ну представьте, ты один монах, сидишь в уединенном месте. Жизнь монашеская, тяжелая. Девушка, это всегда приятно. Это любовь, энергия любви. Она тебе приносит покушать, она очень красивая, смотрит на тебя. Трудно, да, как-то не среагировать? Трудно. Вот смотрите, что дальше было. Цель этой девушки была такой, чтобы доказать ему, что он на самом деле не такой святой, как он к себе кажется. А он себе святым и не казался на самом деле. Вот такой интерес святой был. Вот, и он молился, и она его спросила, можно мне с тобой поговорить? И у меня вот в сердце к тебе есть одно чувство, я хочу выразить, можно ли мне с тобой поговорить? Он говорит, знаешь, ты подожди немножко, я, конечно, давай поговорим, мне просто надо домолиться. Подожди чуть-чуть. И она никак не могла дождаться, потому что он молился больше, чем она могла терпеть. И она всегда как бы засыпала, просыпалась, а он уже опять молится. И она не могла никак дождаться. И она и танцевала перед ним, и что только не делала. Вот бесполезно. Он просто сидел, молился и излучал счастье, удовлетворение полное и счастье. Знаете, что произошло? Это исторический факт. Эта женщина за несколько дней вот такой жизни рядом со святым человеком полностью очистилась от всех своих грехов. Продала нажитое, вернее, раздала нажитое имущество, все свое имущество раздала нажитое вот этой жизнью такой. У нее она была богатой женщиной, потому что она была богатой простудкой. Очень красивой, к ней ходили влиятельные люди. И она стала его учеником. Она приняла прибежище у него, сказала, я хочу служить твоему знанию. Он ей дал посвящение, сказал, иди и проповедуй духовное знание всем людям. И она пошла бродяжничать, бродить по свету. И стала святой женщиной. Это исторический факт. Проститутка стала, несколько дней общения со святым человеком, стала святой возвышенной женщиной. Полностью чистой, сияющей. Это описано в летописях. Такой великий святой. Разок он жил в пещере со змеей вместе. Ну как бы змея заползла в пещеру, он думает, ну Богу положено, как бы мне, если что, она меня укусит, ну пусть кусает. Но змее холодно. На улице как бы зима. Пускай живет со мной в пещере вместе. Змея. А потом пришел ученик, к нему смотрит, запах определенный. Кобры, они определенный запах зловонный истощают. Ну запах смерти такой. Он думает, так, понятно. Значит, рядом здесь живет змея. И он говорит, духовный учитель, я не могу как бы позволить, что змея живет рядом с вами. Это опасно для вашей жизни. Я не могу позволить. Пожалуйста, дайте мне разобраться с этой змеей. Вы как бы куда-то сходите, я должен как-то сделать так, чтобы ее здесь не было. И он говорит, я понял, иди, как бы, иди своей дорогой, ее здесь не будет, не волнуйся. Он ушел, и тогда святой человек как бы в сердце змеи начал молиться и говорит, пожалуйста, так вот случилось, что нам придется разлучиться. Мой ученик как бы не испытывает счастья от того, что вот ты здесь рядом находишься. И она уползла. Тоже исторический факт. Взяла, уползла оттуда, из этой пещеры.